Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации ОГСР. И сейчас нам уже нужно идти на свалку, но я тут чуть не забыл... Да, я вернулся. Чуть не забыл, надо же взять побочные задания у Сидора, вот уничтожить лагерь бандитов на свалке. Мы же как раз таки туда идем. Убить торгового представителя, стал крыльничка, вожака бандитов. Скорей всего, тоже на свалке. Так, это... А, и все? Как-то так резко квесты закончились. Ну ладно. Усовершенствованный пистолет. Ладно, этим заниматься не будем, но вроде все тогда. Личных поручений у него больше никаких нет. Топаем тогда в сторону свалки, а по пути здесь еще нужно будет зачистить... Ферму. Пришел я на ферму, а здесь уже кто-то моих плотей гоняет, какие-то сталкеры. Но они в этом ангаре, здесь еще кто-то остался. Ну-ка идите сюда. Стоять! Да, давай. Ну вот, в общем-то, и все. Глаз возьмем. Ну, одного нам хватит. Ну и сдадим это знание уже, наверное, на обратном пути. По идее. Или у него... Уничтожить мутантов на ферме. Девять часов осталось. Но, блин, придется, наверное, все-таки вернуться сейчас. Ну, сейчас посмотрим, чего нам это стоило. Это возвращение обратно в деревню. 7,62 патрона дает и картечь. Больше работы нет. Ну, как бы пока что эти патроны мне особо-то и не нужны. Может быть там на свалке и на агропроме такие будут попадаться стволы. С этим калибром. Но пока что мне это не надо. Иду сейчас в сторону свалки. Нашел тут целый клондайк артефактов. Смотрите. Два... Ё-моё, даже... Не понял. Я думал, здесь три арта. Раз, два. И там вдалеке три. Но... Погодите. Вот здесь вот четыре? Только что в аномалии крутился пятый, куда-то улетел. И тут еще. Да, куда тот делся? А, он... Он все... Все так же висит там. Ну ладно, может подождем? Может его выкинет? Так, его выкинуло, только куда? Вот он, похоже. Да, и откуда тут столько артов на этом кордоне? Так, еще труп какой-то валяется. Надо бы посмотреть, что за он. Только в аномалию бы это не влететь. Где она тут? Здесь вроде нет ничего. Так, сейф на ферме нашли. Информация о схроне. Но я ферму уже прошел. Все равно влетел в эту аномалию. Так что... На обратном пути. Посмотрим, что в том тайнике. А пока топаем. Топаем дальше. Да, в одном месте. Три ломтя мяса, медуза и два кровь камня. Это что-то вообще прям... Ой, ух ты ж, блин. Нифига себе, вы че так... Так метко стреляете. Да... Ну не знаю. Надо расстреливать как-то эти патроны. Патроны, которые у нас... Для ПМа. 9-18. Но тут... Сейчас по этим бандюганам... С ПМа, конечно, стрелять не очень удобно. Еще зомбаки сзади подпирают. Ну сейчас, если мы добежим вот до этого камня... А нет, за ним хрен спрячешься. Давайте вот за это дерево. Так, вот сейчас из-за этого дерева... Все должно у нас... Получиться. В теории. Ну что, где вы там? Топчутся где-то. Ну, пойдем к ним. Хотя сейчас они, конечно, меня, скорее всего, завалят. Но не тут-то было. Так, вроде все. Заберем стволы. Патроны. Для калаша. Еще какой-то схрон. Так, эти стволы, в принципе, мне не нужны. Только если вот разрядить. Ну и, в общем-то, все. Так, тут что-нибудь полезное есть. В шкафах ничего. Все, тогда переходим. На свалку. Ну что же, мы на свалке. Впереди, как обычно, прессуют Юрика. Я вот, правда, точно не знаю. Возможно, здесь можно с этими бандитами поговорить. Потому что в некоторых модах... Можно решить вопрос мирным путем. Это бандиты, помоги! Вы говорите? Прячь холыну, потом потолкуем. О! Ага. Потолкуем называется. Но диалогов никаких у них нет. Все понятно. Ну все, тогда сейчас по-быстрому с ними разберемся. Так, отлично. Ух ты! Котофей еще прибежал. Как раз Сидору там хвост нужен. Отлично. Вообще. Так, а его лечить можно? Ну-ка сейчас посмотрим. Ай, мляд! Ха-ха-ха-ха! Да, Юрик не даст вылечить бандита. Так. Внимание всем! Говорит Биэс, командир от ряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил. Так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Так, сейчас присоединимся. Может с Юриком поговорим сначала. Так, спасибо, друг, очень помог. Я этого не забуду. А что здесь происходит? Мы пытаемся очистить свалку от бандитов. Сейчас мои друзья неподалеку ждут рейд бандитов, чтобы остановить их. Если бандиты станут контролировать эту свалку, то ни для кого не будет прохода вглубь зоны. Поговори с нашим командиром. А тут рядом на кладбище машин со своими бойцами стоит. Я сейчас к нему иду. Так, ну пошли. Так, перекусить что ли радиоактивного батона. Так, ну здесь, по идее, все так же, как и в оригинале. Трупы валяются. Так, а здесь не так, как в оригинале. Какой-то шкаф. В нем ничего. Ну что, давай потолкуем. Так, продолжай. Хорошо, я помогу. Ну и сейчас должны пойти бандосы, как обычно. Пока осмотрим разных ребят. Может, чего полезного найдем. Антират. Тайник под крестом. Еще какой-то тайник. Так, ну что. Идут. Может им гранату сразу зашпиндолить. Так, идут. Да, вон идут. Сейчас мы им. Ловите, парни. Ой, как я прям вообще криво забросил эту гранату, конечно. Давайте еще одну. Киданем сейчас уже не так сильно. Ой. Здорово, здорово. Ну вот сейчас заброс получился получше. Правда, там еще остались. Некоторые мужики. Но сейчас мы с ними, в теории, должны разобраться по-быстрому. А, или это сработал скрипт по другому квесту. До этого. Что-то я не понял. Или там просто обновилось задание. Ну ладно. В любом случае, мы их одолели. Мы их одолели. Да. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Так, сейчас, перед тем, как идти с бесом болтать, пойдем еще поболтаем с бандосами, которые там вот дальше сидят по квесту Сидора. Так. Я там, похоже, кое-кого пропустил. Ой, там они уже по мне стреляют. Вот сейчас этот длинный заброс нам очень, я думаю, пригодится. Нифига себе он кидает. Вообще, просто здорово. Вот этого я и не обыскал, товарищи. Так. Что вы там? Ну, сейчас у тебя. Ну и кто остался? Все, уродникова нет. Да? Так, а квест Сидора засчитался? А, это вожака бандитов здесь надо было убить. А отряд бандитов вот здесь вот сидит. Все понятно. Это тогда вот засчитался квест на вожака. Я думал, что это засчитался квест, который нам бес дал, но это было другое. Ладно. Не так важно. Сейчас всех осматриваем. Кефир. Все забираем. Может пригодится. Так, это дело тоже. Антирады. Стволы. Нычки. Так, это все берем. Можно вообще все взять. Так, еще сейчас попробуем отремонтировать вот этот вот обрез. Вроде как с помощью ремонта оружия в первом слоте. С помощью вот такого же ствола можно отремонтировать. А, понятно. Ну ладно. Поищем что-нибудь получше. Так, это выбрасываем. Таскаться с этим мне не хочется. 7,62 патроны для пистолета. Вообще можно было этот пистолет не брать. Ну и думаю, мы уже ПМ скоро тоже выложим, потому что толку от него, судя по всему, никакого. Семецкий погиб. Может где-то артефакт заспаунился. Тут ничего нету. Здесь вот часто артефакты. Разные бывают. Так, там что-то лежит, или мне кажется. А, это все аномалии. Тут похоже кроме радиации ничего не видно. Ладно, тогда к Бесу возвращаемся. Ну что. Так, получаем 3,500. Все. Отлично. Спасибо, мне от тебя ничего не надо. Или может расскажет о себе, пускай. Про место это расскажет. Ну и в общем-то все. Так, понятно. Время ужаса. АКС-74. У НЗ. Какой-то ствол интересный. У него имеется 5700 стоит. Ну ладно. Спасибо. Не надо. Так, сейчас пойдем. Ух ты, у нас тут места. Стали обозначаться на кордоне. Такого не было. Интересно. Так, пойдем сейчас завалим вот ту группу бандитов. Если я попаду, то нам в принципе должно хватить лимонки. Да, отлично. Е-мое. Только не говорите мне, что я сохранился в этой аномалии. Ну отпусти ты меня. Что это за... Он там артефакт нашел какой-то. Чуть не пропустили. Может и хорошо, что в аномалию попали. Медузу заберем. Вроде больше ничего здесь нет. Пойдем осмотрим бандусов. И затем двинем к наемникам по квесту Сидора. Нужно же подслушать, о чем они там беседуют. Смотрите-ка, здесь было так немало бандусов. Граната прям вообще очень кстати залетела. Что у вас тут есть? Еще один тайник. Так. Мосинку нашли, но она мне не нужна. В принципе, при большом желании можно было бы, конечно, с бандусов пособирать стволы и пойти его продать бесу. Или сейчас мы к серому пойдем. Но, честно говоря, таскаться с этим не особо хочется. Вроде как деньги у нас имеются. 64 тысячи. Плюс еще... Мы с каждого трупа там что-то берем вроде как. Плюс нам еще за выполнение зданий накинут. Так что, не будем тратить на это время. Так. Здесь нам нужно записать, а не просто подслушать. Невозможно записать разговор. Надо поближе подойти. Ну так, чтобы не спалиться. Ё-моё, тут излом сидит. И какая-то там пальба. Это мне не нравится. Сейчас их перебьют и что тогда? Собаки прибежали. Так, включаем микрофон. Я не совсем понял, почему провалился квест. Может, там убили кого-то все-таки? Нифига себе. Как-то это странно. Невозможно записать разговор. Вот здесь можно. А если отойти... Уйти отсюда? Не мешают солить на трусах, где не надо. Во время прошлой операции раскрыли наши позиции. Пришлось отступить. Хотя уже сняли часовой слог поста. Лишние свидетели нас тут в общем не учат. Мы так трус никогда не продащим. А что со свидетелями делают? Это зона. Забыл. Тут народ токнет вагонами. Плюс-минус десяток никто и не заметил. И как? Да как обычно. Наш человек оставил он там заряд в неприметном месте. Скоро долбанет. И тем, кто останется в живых, станет редко не за того, что мы там вообще через кордон тащим. Опять же, поработаем злухпостом. Если все пройдет удачно, то мы свой груз протащим. И в итоге вояки будут думать на сопляков. А сопляки на вояка. Ну, как обычно в общем. Вот, теперь все записалось. И есть сообщение от Сидоровича. Ну, уменьшины, что тебе удалось записать? Возвращайте, послушаем. Да, удалось нам записать, что что-то там долбанет в деревне новичков. Ну, я надеюсь, мы успеем здесь пройти еще другие квесты на свалке перед тем, как там что-то долбанет. В теории, раньше времени ничего взрываться не должно. Поэтому сейчас идем поможем Серому. Да, в общем, как обычно. Да, мы уже рядом. Уже рядом. Что-то у меня куртка в рюкзаке делает. Ладно, сейчас может продадим кому-нибудь из этих сталкеров. Сейчас помогу, погоди. Можем сразу приготовить гранату. Держите. Все, погнали. Ух ты, сколько там уже трупов. Неплохо сработали. Так, сейчас сохранимся здесь. Пойдем с этой стороны. С этими вроде как уже разобрались. Кто-то там еще остался, но... Кто тут? В вагончике кто-нибудь заныкался? Нет? Вроде нет. Так, вот и все. Сейчас этих осмотрим. Заберем куртку. Может, мужики купят. Так, и... Пообщаемся с тером. Нужно будет еще с теми братками тоже разобраться. Чтобы не беспокоили. Хотя, если они сюда не идут, то пускай... Пускай, может, там пока и сидят. Все равно мы пока будем бегать на кордон. Они могут еще перезаспавниться. Хотя, там они что-то достают стволы. Но, вроде как, сюда не идут. Так что, пока пускай сидят. Ну, давай же, что ж ты? Вроде... А, ну, понятно. Перегруз уже, да, согласен. Так, сейчас надо тут все разрядить, что можно. А разрядить ничего и нельзя. Жаль. Ну, ладно. Так, серый. Спасибо, мужик. Было жарко. Так, в общем, мы ищем информацию о стрелке. Улиса узнал о тебе. Вот ты пришел. Ну, как и в оригинале, он говорит, что... Меня будет ждать один из ребят. Бывший диггер крутом кличет. Он раскопал наичку стрелка. Не знаю, нашел он там что-либо или нет. Но вот те координаты. Сходи на Агропром, короче, и побеседуй с ним. Спасибо за информацию. И больше ничего он не говорит. Можно продать стволы. А куртки, похоже, не берут эти ребята. К сожалению. Да? Мужики, вам куртки не нужны? Нет, куртки не нужны. Что же вы, блин? Да, жаль. Ну, ладно. Тогда сейчас сюда это сбросим дело. Это тоже сюда не надо. Возьмем гранату. Так. Этот ствол, похоже, не починишь. Так что, ладно. Это выбрасываем тоже сюда. Это сюда выбрасываем. Ну и, в принципе, может им артефакты хотя бы продать. А то целая гора уже этих артефактов. Но они как-то их берут совсем дешево. Ладно. Наверное, потом к Сидру, когда пойдем, ему занесем. На Агропром мы, понятное дело, сейчас не двигаем. Нужно вернуться в деревню. Да и, кроме того, тут еще один квест на свалке пройти. А еще я бы проверил, пропустят ли нас долговцы в бар. Потому что в баре... Я бы в бар сходил, чтобы дать вот этот пулемет. Технику. Ибо с ним, конечно, не очень хорошо бегать. Но посмотрим. Сначала бежим вот к этому Ваське. Это вроде как друг того диггера. И у этого Васьки должна быть флешка с информацией. С первой частью карты. Помогите, умираю. Мужик. Камни, что ли, будут? Кто помог, что ли? А, ну это сообщение не от него. Это тут сигнал СОС. Но погоди пока. Так, а Васька здесь какой-то артефакт. Пытается достать, да? Как же его достать-то? Привет, я пришел за флешкой бывалого. А о чем это ты тут так озабочен? Случилось что? Да вот пытаюсь необычный артефакт добыть, но мне что-то мешает. Вон, видишь, в той будке за двумя баками рядом с трубами что-то синим цветом отсвечивает. Это он. А что мешает? Меня к нему что-то не пускает. Не пойму, что за беда. Подхожу, хочу поднять, как вдруг раз, и меня как будто отшивает. Может, у тебя получится. Если добудешь его, дам тебе твою флешку. Мне Диггер уже передал инфо тебе. Ну, давай попробую. Хорошо. А, да, чуть не забыл. Не пытайся его оттуда пулями или гранатами выбить. С виду арт хрупкий, может разбиться. Блин. Как же его достать? Может, палкой достать? Камнем, что ли, выбить? Топ, помог, что ли. Хозяин, у меня есть подсказка по этому заданию. Ну, и что ты скажешь? Странная аномалия. Оглянись вокруг. Видишь порталы? Тебе нужно найти правильную последовательность из четырех порталов. Правильную последовательность из четырех порталов. Ну, последовательность здесь следующая. Сначала бежим в этот телепорт, который прямо перед нами. Затем топаем вот в этот вот дальний. Телепорт где-то здесь в воздухе. Сейчас только до него надо еще добраться. Так. Теперь бежим вот сюда вот в кусты. Так. И остался последний. Здесь вот наверху. Все, задание выполнено. Странная аномалия. Мы оказываемся на крыше. И по идее теперь можем подойти и забрать этот артефакт. Давайте посмотрим, что за он. Пузырь. Этот артефакт уникален тем, что в период интенсивного поглощения аномальной энергии создает вокруг себя слабые пространственные аномалии. Во как. Ну что, вот держи. О, спасибо. Давай-ка его сюда. Не так быстро. Сначала я хочу получить флешку. Да вот она. Зря ты мне не верил. Хотя зона есть зона, так что я тебя понимаю. Так. Понятно. Можно купить. При желании 10 тысяч стоит. Но зачем? Детектор скаут. Ничего себе. Откуда у новичка такой детектор? Детектор аномальной активности второго поколения. Снабжен локатором аномальных образований и статодиодным табло для отображения направления к артефакту и расстояния до него. Нифига себе. Даешь, мужик. Но артефакты ты покупаешь так же фигово, как и остальные сталкеры. Ладно. Так. Сейчас посмотрим. Пропустит ли нас долговцы? Что-то мне подсказывает, что они нас не пропустят. Хотя в НЛС-7 пройти можно было. Ничего себе. Какие вещи, но пускай лежат. Так, ребята. Вали отсюда. Мы кого попало, не пропускаем. Почему? И сколько денег нужно, чтобы пройти? Ну, учитывая, что мы тебя в первый раз видим, а вдруг ты хилер какой. Короче, 100 кусков. Фига себе. Ладно, встретимся после агропрома. Придется нам потаскать этот пулемет. Так, значит, что сейчас? Сейчас возвращаемся мы обратно к Сидру, судя по всему. Хотя надо бы еще от вот этой метки избавиться. Сигнал СОС. Давайте подойдем к этому мужику. Правда, я уже один раз подходил, и у меня случился вылет. Надеюсь, сейчас такого не будет. Так, сейчас все хорошо. Ну, и здесь, как обычно, засада. Так, отбегаем. Разбираемся с этими бандюганами. Где они там? Так, вниз спускаются, что ли? Непонятно, где-то ходят. Ой-ой-ой, собаки перебежали. Да где же вы? Или это уже долговцы там стреляют? А, это похоже этот. Васька, подай патрон. По ним шмаляет. Нифига себе. Ну, ладно. Так, давайте тогда залезем наверх. Как-нибудь. Блин, как только это сделать? Выносливости совсем нету. Вот здесь вот есть подъем. И сверху может быть того оставшегося бандоса. Кокнем. А нет, это не Васька. Это был Семен Танкист. Здесь долго мужик пришел помочь нам. Ух ты. Нифига себе. Что за ствол такой? Интересный. Так, а можно что-то... Да, прицел можно снять. И прицепить, по идее, вот сюда, да? Не можете? А, тут, возможно, нужна планка какая-то особая. Ну-ка. А сюда? Сюда можно. Ну, блин. Так, а если починить? Использовать, допустим, ремкнабор во втором слосе? Так, вот теперь он цел. Использовали мы тот ствол. Но пропал у нас ремкомплект. Ну, зато избавились от одного килограмма лишнего. Ну, может, не совсем лишнего, но ладно. Теперь имеется у нас прицел. Вот как раз с помощью этого прицела мы кокнем последнего бандюгана, если он еще остался. А, его уже, похоже, все, да? Замочили. Ну, или мы добили в любом случае. Так, а тот бандит, судя по всему, наверху был. На самом-самом верху. Может, у него что-нибудь полезное будет, раз такой ствол был крутой. Или не наверху он был? А где он? Низ, что ли, свалился? Да, вон он внизу валяется. Ладно, сейчас спустимся. Надо же смотреть, что за фраер тут такой. Как приземлился. Еще артефакт какой-то. Заберем и пойдем проверим того бандюгана. А у этого имеется ТОС. Неплохо. Очень даже неплохо. Еще хабар кинутого лоха. ТОС, конечно, сломан, но ничего. Кстати, вот иду в сторону кордона и обратил внимание, что несмотря на то, что мы использовали вот тот ствол, этот магазин на 45 патронов у нас все-таки остался. Так что мы можем как бы спокойно разрядить, отсоединить и поставить на 45. Вот это здорово. Нифига себе, как тут бежит толпа. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Это вообще как так? Чего эти кабаны за мной увязались, блин? Вроде как с ними я уже разобрался. Здесь вот целая куча мала лежит. Еще я забыл кое-что сделать на свалке, а это обыскать некоторые тайники. Вот здесь вот, допустим, лежат какие-то редчайшие артефакты, еще редкие артефакты. Давайте посмотрим, что за чудо тут такое. Огненный шар нашли. И ночную звезду. Неплохо. Еще патроны. Патроны брать не будем. Хотя, блин, чтобы просто этот тайник не висел, давайте заберем. И еще сбегаем в одно место. Тут есть прикид авторитета. Надо бы его забрать, потому что мой костюм уже поистрепался. Прикид бригадира. Надо обновляться. Так, я пришел за комбезом. А здесь, блин, его бандосы охраняют. Не так-то просто все это. Ё-моё. Так. Сейчас надо куда-то спрятаться. Но куда? В аномалии. Ну, и где вы там? Еще один маньяк. Ромка. Так, готово. Заодно посмотрим, что за ребята с гадюками ходят. Еще один тайник. На дикой территории. Так. Забираем. В принципе, мне не особо эти гадюки нужны. Да, не будем тратить время на них. А вот этот вот рюкзак я бы осмотрел. Ну-ка, давайте глянем, что за прикид авторитета. Отлично. Взрыв 35. Всевоздействие. Удар 45. Разрыв 45. Да, круто. пуля защита 3-1-1. У этого 2-1-1. Интересно. Ладно, это, наверное, выкинем, потому что он уже все равно поистрепался. Хотя, я помню, вроде как новички или опытные здесь вот в ангаре этот прикид хотели купить. Так что пойду им продам и двигаю обратно в древнюю новичков к Сидру. Вернулся я в ангар, а здесь, блин, уже одного опытного замочили. Еще одну нычку обнаружили. Мы, ну ничего, так, сколько будет стоить комбез этот? не понял, они как-то выглядят почти одинаково при продаже. Ну ладно. 2-200. Неплохо. Так, может вам помочь разобраться с этими зомбями, а то их тут сейчас всех сожрут. Слушайте, иду я в деревню и смотрите, здесь на кордоне, где вот нашли мы два кровь камня, снова лежат эти же самые два артефакта. Правда, появилась тут аномалия. И, блин, вот этот, допустим, артефакт достать довольно тяжело, может быть. Ну вот мы его вроде как немного выбили. Ну вот, вроде как. Блин, зараза, прибежали. Что вам надо? Ух ты, там он еще и третий. Ё-моё, они что тут рождаются? Блин, просто какая-то здесь, я не знаю, забагованная аномалия или наоборот. Так и должно быть. Ну вот, вроде выбил я эти арты, надо было их выбивать с той стороны, потому что здесь склон, они как раз вот отлично скатываются по нему. да, просто чудеса какие-то. Конечно, если такую сборку повесить на пояс, то здоровье восстанавливается практически моментально. Прям видно, как эта полоска здоровья увеличивается. Сейчас еще здесь на ферме тайник заберем, там вроде как по описанию редкие артефакты и часто встречающиеся артефакты, но неплохо. Кстати, первый артефакт, который выносливость повышает, нашли. Еще вес плюс два. Вот это я понимаю. А колючка, конечно, кровотечения добавляет, а от кровотечения у меня пока что ничего нет. Но в Х-18, я думаю, мы там каких-нибудь слезняков найдем, точно. Ну, может, еще и до Х-18 попадутся. Посмотрим. Все супер, Сидор. Давайте сразу зададим ему некоторые квесты. Так, GPS-маячок, препарат B-190 берем. И, может, патронов немного, хотя у меня этих патронов уже целая куча. Ладно, давайте возьмем препарат. Пригодится. Еще 5000 осталось. Аптечки есть, GPS-маячок мне, я не знаю, зачем. Ну, ладно, давайте возьмем, пускай будет и все-таки немного патронов бронебойных не помешает. Все, берем вещи. Так, и убить вожака бандитов 10 тысяч. Можно взять глушитель. Хм, ну, почему бы и нет. Давайте глушитель возьмем и еще патронов бронебойных. Даже и простых немного. Ну, может, препарат еще один? просто деньги остались. Да, давайте вот этот отдадим. Эти патроны возьмем препаратов на оставшиеся. Все равно 250 остается. Что еще взять? Уже больше ничего и не возьмешь. Ну, блин, ладно, берем вещи. Так, хорошо. Сколько у нас там чего? Этот глушитель? Да, сюда можно повесить. Отлично, теперь все выглядит вот так вот красиво. Полный комплект, можно сказать. Пока что не будем сдавать поручения. Давайте Сидору, наверное, еще некоторые тут возьмем квесты. Кто сказал мяу? У меня же уже есть хвост кота. отдаем 820 рублей или вот тут всякая ерунда, препарат B190. Ну, антирад можем взять. Антирады пригодятся. Так, и в принципе наверное все, мы больше ничего не возьмем. Аптечку одну. Так, берем. Так, дальше. А дальше на части тела мутантов у него ничего нет. Сталкер-торгаша, торгового представителя, больше ничего пока брать начни будем. Так, теперь по поводу поручения. Наемники на кордоне. Давай послушаем, что удалось записать. Охренеть, ты это, ты представляешь, как эти уроды заложили бомбу где-то у нас в лагере? Злопамятные, блин, застранцы. Я их месяц назад обломал с оружием и видать, они меня теперь убить хотят. Вместе со всем лагерем. Меченый, выручай. Нужно срочно найти эту бомбу и обезвредить. Сделай это, я заплачу, только скорее, не тяни, ладно, а то, боюсь, подорвется она скоро. Так, ну, пойдем искать найти бомбу, заложенную в лагере. Тут и таймер пошел. Так, ну я знаю, что она вроде как может в кустах где-то быть, а может и не быть. Она вообще в разных местах спавнится. Нашел я эту бомбу, вот так вот ее просто тут положили рядом со всеми. Так, и надо выбрать провод. Желтый. Так, Тогда давайте зеленый. Молодец, Меченый, я все не сомневался. Осталась одна проблема. Наемники, что нас заминировали, живы, и это нужно срочно исправить на будущее. Уничтожих и приходи за наградой. Вот как. Блин, Ситра, ну ты даешь. Мне что, бежать опять к этим наемникам? Да. Ладно, что поделать. Хорошо, сейчас только давай я тебе продам тут некоторые артефакты, даже не некоторые, а целую кучу артов продам. 22 тысячи. Немного. Хороший товар. А у тебя, в принципе, покупать нечего. Ладно, пойдем тогда за наемниками. Сбросим сейчас тут лишние вещи, потому что целую кучу бинтов с собой таскаю. Вот этот пистолет мне уже скорее всего не пригодится. Патроны. Тоже вообще по-хорошему можно много чего сбросить, потому что мне по сути только сбегать, их завалить и все. Поэтому патроны вот эти тоже. Водку. Артефакты пока что вот эти ненужные. Аптечек целую кучу сбросим. Гранат. Колбасу. Тушенку. Ну и, в принципе, картошку можно. Вот это дело. Гармошка тут валяется. Вот немного вроде как разгрузились. Еще вот это. Сюда можно GPS-маячок поставить на этот тайник, чтобы помнить, что здесь лежит. Препаратов целую кучу набрал у Сидора. Нам штуки 4 хватит. Даже сейчас можно вообще вот так вот обойтись. Ну и, в принципе, все, погнали. Слушайте, иду я сейчас на свалку и смотрите, здесь Юрик так спокойно проходит. Даже стал прям. Спасибо, друг, что помог я этого не забуду. Хорошо. Да, вообще его на мали не берут. И пошел себе. Нормально. Ну что, подхожу я к этим наемникам. Сейчас только что на свалке вот здесь вот нашел еще один. Ломать мясо. Да, у нас целая куча уже этих артефактов. Ну и теперь давайте забросаем этих наемников наверное гранатами. Так, стоять. есть. Только одного приложили, а те две гранаты, что улетели, как будто бы этим наемником по барабану. Блин, зараза. Сколько их тут? Еще три человека. Ладно, вон вижу одного. одного. Так, готово. А это что-то не может сообразить по кому стрелять. Ничего. кешки, ребята. Так, а ну-ка. Не-не-не-не, никакой гранаты. Так, все. И остался по идее последний, который ушел вот туда. Ух ты ж, блин, у нас 12 патронов осталось. Может мы просто подбежим и сейчас его с Тоза завалим этого засранца. Ну давай. Где ты тут? Не стреляйте! Не стрелять! Ну давай поговорим. Сдаюсь! Сталкер, дай аптечку, помираю. Ну и что? Ты жив? или будешь по мне палить? Хм. Ну ладно, живи. Так, пойдем осмотрим тех бедолаг с кефиром. Да. История зоны 2010 год. Ничего себе. Так, а в этих бедолаг эмки, судя по всему, да? Неплохо, неплохо. Так, может что-нибудь еще здесь найдем полезно? Вот ящик какой-то. Надо глянуть, что за вон. Ну тут патроны, хотя гранату можем взять. Больше ничего нам не надо. А, погодите. Ёкарный, бабай, нам же Сидорович сказал, нужно... Блин, дружище, извини. Я тебя вылетел, но я тебя и убью. Нам же, он же по квесту. Так, что приятель... Ну с ним, блин, отношения не хочется портить. Посмотрите, я его ранил, он все равно друг. Ну, извини, никакой аптечки. Так, все. Дело сделано. И теперь мы можем по идее возвращаться к Сидору за наградой. Ну, Сидор, все. Все сделано, бомбу разрядил, наемников положил. Спасибо, меченые, спас весь лагерь. Меня, старика, побитого жизнью и молью. Так сказать. За хорошей работой награда хорошая, держи, заслужил. Дает гранаты и вепер 12 молот. Вот такая вот штуковина. Ну, что сказать, круто, круто. Это мне, конечно же, пригодится. Так, тогда я сейчас тебе продам вот этот ТОС уже не нужный за 241 рубль. А за сколько ты М-ки берешь? В принципе, они мне тоже не особо нужны. Точнее, вообще не нужны. Потому что такие стволы мы, наверное, начнем встречать только на дикой территории, а патронов все равно нигде не найти. Так что патроны я могу выложить вот здесь. Может и пригодится, а может и нет. Что скажу? Пока ничего. Так, собираемся сейчас в ходку на Агропром. Что мы с собой возьмем? Что мы с собой возьмем? Продадим сейчас Сидору ломать мясо. Вот. Что насчет работы? Ничего нового вроде как не появилось. Бандиты возле не Агропром. Ага. Мы туда сейчас идем, значит это мы возьмем. Только я хочу поспать, потому что ночью не особо-то мне нравится гулять. Давайте до 5 часов, а потом я без записи дойду. Не понял, что мы не поспали до 5 часов? Похоже, что нет. Вот 3.49. Но надо бы еще немного взремнуть. До пяти давай. от острого ощущения опасности проснулись мы. Ну ладно, 4 часа. В принципе, пока я дойду, может и посветлее, а может и нет. Но посмотрим. Так, значит, предлагаю забрать всю дробь. Патроны для калаша бронебойные берем. Эти пускай здесь лежат пока что. 300 штук в принципе нам может быть. все в норы выброс будет через несколько минут. А, понятно, вот почему опасность. Ну, как раз и хорошо переждем, чтобы не идти прям под выброс. Заодно может сейчас Сидором о чем нибудь потолкуем. О чем с ним толковать, я даже не знаю. В принципе, наверное, на этом все. Вот эти гранаты световые я, наверное, выложу, потому что я их вообще не использую. Так, наберем с собой картошки. Она очень мало весит. Ее можно есть, утолять голод. Хлеб. Вот это дело выложим. В принципе, наверное, все. Остальное пускай будет. А, аптечек я вообще не взял. И какой-то у меня слишком, по-моему, слишком высокий вес. Как-то я загрузился. Может, чего-нибудь выложить? Столько нам, я думаю, может, не пригодится. Ну, 300 патронов и 100 дроби. В теории должно этого хватить. Да. Да и тем более, вояк там будет еще патронов целая куча. Ладно, в любом случае, давайте, пожалуй, пока что прервемся. Я сейчас пережду выброс. и двину в сторону агропрома. И уже начиная со следующей серии будем выполнять все квесты на агропроме. А пока что всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи и пока. Субтитры